Скажите, пожалуйста, какие по-вашему причины вывода войск из Сирии? Очень трудно сказать. Выход в войск — это победа? Сомневаюсь в этом глубоко. Я думаю, что вообще участие не имеет отношения к такому термину, как победа. А вы как считаете? Причины — деньги в основном. Что мы еще можем сказать? Не наши, конечно. Скажите, пожалуйста, по-вашему выход из Сирии — это победа или поражение? Не могу комментировать, к сожалению. Не знаю. Больше победа, конечно. Победа. А какие цели ставились у операции? Ну, я, к сожалению, не парламентер, я не знаю. Какая, по-вашему, причина вывода войск из Сирии? Вау. Ну, я думаю, что, как президент сказал, завершение целей, выполнение. Без комментариев. А какие были цели? Ну, цели были, наверное, поддержка сирийской армии и борьба с ИГИЛ. Ну, наверное, вот последнее не очень выполнимо. Ну, ИГИЛ же много где. В Африке, в Иране. Скажите, выход — это победа или проигрыш? Ну, это что-то похоже на тактический ход. Но я бы не сказал, что это прямо победа. Ну, то есть, триумфа, мне кажется, нет. Но это, вот, мне видится как тактика. Я в этом не участвую, не знаю. Победы тяжело назвать поражением, тем более. Просто, так сказать, помогли. Ну, в принципе, это должно быть. Потому что, ну, другая страна все-таки там, да, помогли там, справиться там. И наши интересы отстоять в этом регионе, так что... Выход из Сирии — это победа или поражение? Ну, конечно же, победа. Победа. Это стратегия такая. Я думаю, что она проведет к победному в концу. Я не знаю. А как вы считаете, какие ставились цели у операции? В смысле, вообще, вот, операция, которая происходила в Сирии, ну, честно, ну, лично мое мнение, я не знаю. Это какой-то, может быть, в какой-то степени отключение внимания, а может быть, и где-то разодорить Америку. Так что, вот, я думаю, что так. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вывод войск из Сирии — это победа или поражение? Не имело смысла ни то, ни другое. А какая цель ставилась у операции? Личные амбиции президента и отвлечение внимания населения от экономических проблем. Скажите, вы верите в рейтинг Путина за 86%? Нет. Верю. Не сильно. Вполне возможно, я верю. Сколько процентов? 80? 86. Ну, как-то маловероятно. Ну, что-то где-то рядом, наверное. 75 хотя бы. Скажите, вы верите в рейтинг Путина за 80%? Ну, может, не 80, но близко к этому. Вы верите в рейтинг Путина в России за 86%? Нет. Ну, не знаю, как насчет 86%, но, в принципе, да, весьма поднял страну и люди за него. А вы как считаете? Я тоже. Вполне. Не знаю. Смотря какой рейтинг. Если протестный, то вряд ли. Я думаю, что это просто отсутствие альтернативы этот рейтинг создает. Скажите, по-вашему, за последние два года позиция России на мировой арене укрепилась или ослабла? Я думаю, укрепилась. Ну, да. За счет как раз внешней политики укрепилась. Укрепилась. Почему? Потому что это общественное мнение. Я думаю, что укрепилась. За счет чего? Ну, за счет того, что и ТСК показали и мощь своего вооружения, плюс, там, все-таки, несмотря даже на всякие санкции, там, ну, я считаю, что, как бы, пока живем нормально. Позиция России на мировой арене за последние... Чувак, не за заводкой, если ты еще не спрашиваешь. Скажите, за последние два года позиции России на мировой арене укрепилась или ослабла? Ну, уточните, пожалуйста, еще вопрос. Ну, корректируйтесь. Ну, вот как вы считаете, два года назад Россия была более уважаемой страной в мире, чем сейчас? Скорее всего, да. Но сейчас более управляемая страна — это США. По вашему, за последние два года позиция России на мировой арене укрепилась или ослабла? Нет, я думаю, что ослабла. А, однозначно укрепилась. А вы как считаете? Я тоже считаю, что укрепилась. Как вы считаете, позиция России на мировой арене укрепилась или ослабла за последние два года? Я не политический деятель, поэтому не знаю. Но очень переживаем, конечно, за всю Россию. Я думаю, что ослабла, потому что не видно каких-то объективных причин для того, чтобы она укрепилась А вы как считаете? Я тоже думаю, что ослабла после неадеквата проявленного Как по-вашему позиция России на мировой арене укрепилась за последние два года или ослабла? Катастрофически ослабла